Минувшие выходные для жителей микрорайонов Южная Видная, Купеленко и Эковидная стали испытанием. В субботу здесь отключили и свет, и воду. Учитывая, что большинство проживающих молодые семьи с детьми, спокойно отнестись к ситуации было невозможно. Среди людей поднялась волна возмущений. Причиной отсутствия элементарных благ стал разрыв питающего кабеля, проложенного на склоне в неустойчивом грунте, который с приходом весны начал сыпаться и задел жизненно важную для микрорайонов артерию. Тогда электросетевая компания только лишь запитала запасной кабель, но ремонтные работы с основным фидером не проводились, вследствие чего произошла новая авария во вторник, когда 13 домов снова остались без света и воды. Мы решили, пусть это чуть-чуть ушло у нас по времени дольше, на час, а сделать в обход, тем самым гарантированным в дальнейшем поступление электроснабжения жителям. Вы видите, за подпорной стеной как раз-таки это гарантирует в дальнейшем нам надежное электроснабжение и обеспечили материалом как раз-таки кабели, не только основной питающий фидер, но и по резервной схеме. Вчера ночью, буквально уже в три часа ночи, прошли испытания электроснабжения, и фактически мы сегодня находимся с резервом. Жители микрорайона Купеленко написали петицию на имя главы района и губернатора Московской области с просьбой помочь сменить электросетевую кампанию. Давайте представим, мама, одна, дома, двое детей или там один ребенок, там грудной, 16 этаж. Спускайся, поднимайся, и вот этот вот порыв, который у меня вчера произошел, что у меня у самого маленький ребенок двухлетний, да, то есть это невозможно. И вот этот вот эмоциональный спец, который у меня произошел, я убедился, что он везде по микрорайону, то есть напряжение это есть. И это все из-за недобросовестных людей, которые зарабатывают на нас деньги. Петицию подписали более 400 человек. Глава Ленинского района с ней уже ознакомился и вынес свое решение по обращению. Я думаю, что мы общими усилиями в рамках действующего закона ни в коем случае нельзя действовать нахрапом. Должны, посоветовавшись с правительством Московской области, посмотреть, как может быть реализована эта инициатива жителей. Я, как глава района, поддерживаю данную инициативу, потому что считаю, что будет больше порядка, если это все в единых руках государственной компании на уровне Московской области. Подобная ситуация, когда частная, не очень ответственная компания обслуживала жизненно важный объект, а именно водозаборный узел, уже была в прошлом году. На ВЗУ микрорайона Купеленко систематично происходили аварии с насосами, что, разумеется, приводило к перебоям поставки воды в квартиры. С 1 марта по договору аренды водозаборный узел эксплуатируется видновским предприятием городского хозяйства. Сейчас в обслуживании 6 скважин, водозаборы, системы очистки и те самые насосные агрегаты. Новым хозяевам оборудование досталось в плохом состоянии. Мы из этого водозаборного узла будем делать водорегулирующий узел. Значит, есть договоренности у главы, в первую очередь, с инвестором. Дальше мы, скорее всего, будем здесь подбирать место для того, чтобы запроектировать и построить еще один резервуар чистой воды. И будем в этих двух резервуарах чистой воды производить смешение артезианской воды и воды из системы МОЗ-водоканала. Это должно привести к улучшению качества воды. Сейчас оно не соответствует нормам Санпина. Смена частной компании на муниципальную уже привела и к уменьшению тарифа. За март люди получат квитанции совсем другими суммами. На одной из рабочих групп глава Ленинского района говорил о системе мер, которые при любых авариях позволят получать воду бесперебойно. В настоящее время проложена перемычка. Вчера произошла врезка со стороны 6-го микрорайона в эту перемычку. И в четверг, насколько я знаю, ПТО ГХ готовится сделать врезку со стороны микрорайона Купеленко и Эковидного. Тем самым мы обеспечим устойчивое водоснабжение и в случае каких-то аварийных ситуаций из системы водоснабжения города подавать воду безболезненно на все эти микрорайоны. Муниципальные или государственные предприятия – не панацея. Но, как показывает практика, в работе они ответственнее частных. Поэтому, чтобы начать жить спокойно, жителям новой застройки надо просто дождаться, пока вслед за водозаборным узлом и электросети перейдут в другие надежные руки. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.